Электричество по цене золота. Жители Николаевки получили квитанции за декабрь на десятки тысяч рублей. Почему засветно считали такие баснословные суммы, разбирался наш корреспондент. Ну вот принесли мне квитанцию 27 тысяч 45 копеек за декабрь месяц. Откуда взялась такая сумма, пенсионерка Галина Викторовна не понимает. По этой квитанции за месяц у нее нагорело целых 7 тысяч киловатт, а это в 20 раз больше привычного показателя. При том, что отапливается дом углем. А что у нас включено? Вот у меня газ. Я уже не готовлю. У меня электрическая духовка и комфорка. Я не готовлю. Я только на газу готовлю, потому что я в трубу вылетаю. Титан у нас. Я его на день выключаю, ночь включаю. Все показания счетчика Галина Викторовна уже год заносит в свой журнал. Ежедневно. По ее замерам в сутки тратится около 40 киловатт. Говорит, даже если округлить до 50, то в месяц нагорает полторы тысячи киловатт, но никак не 7. Женщина уверяет, пыталась разобраться. Звонила и сетевикам, и в энергосбыт, но так и не смогла понять, кто виноват. А денег на оплату 27 тысяч долгов в семье нет. Потребитель должен обратиться с заявлением в сетевую компанию, написать, что он не согласен с указанным расходом. И после проверки специалистами сетевой компании к нам поступит акт, где будет указана причина и обоснование для перерасчета. В прошлом году жителям Николаевки установили новые счетчики с системой GPS. Но показания о потраченных киловаттах вручную снимают сотрудники Красноярск Энерго. Как пояснили в компании, в случае с Галиной Викторовной и еще несколькими потребителями сработал человеческий фактор. И данные были записаны неверно. И всем, кто получил золотой счет за свет, специалисты МРСК рекомендуют лично обратиться в компанию.